На российский рынок поставляется огромное количество различных смартфонов, но выбор производителей нередко жестко ограничен. При этом список тех же китайских компаний гораздо шире и с высокой долей вероятности можно купить лучший смартфон именно на Алиэкспресс. И поверьте, за эти деньги они просто бомба. Сразу хочу оговориться, что представленные в рейтинге смартфоны достаточно слабые, но в подарок для ребенка, который хочет сидеть в ютубе и играть в кататом, это просто отличные гаджеты. И начнем мы с Ulefone S10 Pro. Достойная, наверное, все-таки женская модель Ulefone S10 Pro включена в рейтинг из-за сочетания доступной цены и приемлемого качества. Это один из немногих вариантов, стабильно поддерживающих и 3G, и 4G. Разрешение экрана достаточно высокое, 1498 на 720 пикселей, что наряду с плотностью пикселей в 292 ppi и количество цветов в 16 миллионов обеспечивает вполне четкую картинку. Особо стоит отметить хороший угол обзора и время работы в режиме разговора до 9 часов при аккумуляторе емкостью 3350. Ulefone S10 Pro имеет оперативную память в 2 гигабайта, немного. Она позволяет системе работать вполне стабильно, а вот внутренний в 16 гигабайт может не хватить для хранения файлов. На такой случай имеется слот для накопительной карты вместимостью до 128 гигабайт. Видео записывается в формате Full HD и получается достаточно качественным. Можно делать и фото благодаря основной камере в 13 мегапикселей со вспышкой. Не ударил он в грязь лицом и в плане видеосвязи. Разрешение фронталки равно 5 мегапикселям. Из достоинств выделю достаточно быструю работу, наличие в наборе бампера и стекла, который идёт в подарок, а также оптимальный размер экрана в 5,7 дюйма. А вот к недостаткам, наверное, отнесу скорость срабатывания отпечатка пальца. На данный момент стоимость базовой версии этого смартфона на Алиэкспресс составляет 5850 рублей. Ссылка на гаджет, конечно, в описании, но поверьте, это не самая низкая цена. Двигаемся дальше. Следующий смартфон это DOOGEE U8C. Подходящая модель для общения по видеосвете за счёт фронтальной камеры на 5 мегапикселей, дающая достаточно чёткое изображение. В устройстве реализована функция распознавания лиц для безопасности владельца. Экран имеет среднюю диагональ 6,1 дюйма. Наряду с тонким пластиковым корпусом это позволяет ему уверенно лежать в руке и не скользить. По своим характеристикам смартфон более чем достойный. Имеет аккумулятор 3400 мАч. Такой ресурс позволяет ему работать без подзарядки в течение 12-20 часов при средней интенсивности использования, но интернет его быстро съедает. Также в глаза бросается основная камера на 8 мегапикселей с дополнительными двумя, что немного, но даёт более высокое качество фотографии. Подробные характеристики, конечно, смотрите на сайте. Скажу лишь о достоинствах. Хорошая цветопередача, почти не греется при длительной работе и весит всего лишь 150 грамм. Этот бюджетный смартфон работает на Android 8.1. Оснащён современным процессором MediaTek MT6580M на 4 ядра и имеет всего лишь 1 гигабайт оперативной памяти. Стоимость базовой версии на Алиэкспресс составляет всего 4100 рублей. И это просто отличная цена для такого гаджета. Ссылка на проверенных продавцов будет в описании, а мы переходим к лидеру этого рейтинга. X-GOODI P20 PRO Довольно популярная модель на Алиэкспресс, что можно легко объяснить невысокой ценой при средних технических характеристиках. Корпус выполнен из пластика и позволил уменьшить вес, но при этом он достаточно прочный. Девайс с батареей ёмкостью 2800 мАч хорошо держит заряд в течение дня в условиях средней загрузки. А вот в дальнюю поездку придётся брать пауэрбанк. Кстати, я как-то тестировал отличный пауэрбанк, ссылку на видео я оставлю в описании. P20 PRO получил 6-дюймовый QHD дисплей, поэтому рассчитывать на очень высокое разрешение нам не приходится. Однако соотношение сторон 2 к 1 и IPS матрица позволяют забыть об этом нюансе и дают вполне нормальное качество изображения. На телефон установлена новая оперативная система Android 9.0 Pie, поддерживающая обновления. По сравнению с большинством моделей, количество в мегапикселей более равномерно распределено между фронтальной и основной камерой по 5 мегапикселей. Этих показателей вполне достаточно для общения по видеосвязи и фиксации важных моментов. К достоинствам отнесу встроенную память на 16 гигабайт, достаточно громкий звук, тонкий корпус и оперативную память на 2 гигабайта. А вот к недостаткам, наверное, не очень стабильную работу отпечатка пальцев и короткий шнур в комплекте, который составляет всего 1 метр. На площадке доступен заказ доставки из Китая, Франции и Испании, но в России обычно завозят телефон только из КНР. Но что самое потрясающее, так это цена начальной комплектации – всего 4 тысячи рублей. Поверьте, он стоит своих денег. Подведем итог. Как показывает большое количество продаж на торговой площадке, эти телефоны покупают завидной периодичностью. Так действительно, если есть выбор в Китае, почему бы им не воспользоваться? Что ж, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Впереди много интересных топов и актуальных новостей. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.